В гимназии номер 6 стартовал республиканский проект «Азбука интеллектуальной собственности». Его цель – обучить подрастающие поколения основам интеллектуальной собственности и показать школьникам значимость охраны результатов такого труда. Подготовка проекта была длительной, и только в этом учебном году организаторы смогли оценить его в завершенном виде. В общий план входит Республиканская олимпиада «Интеллектуальная собственность. Основа бизнеса», обучающие курсы, клуб знатоков «Азбука интеллектуальной собственности», а также проведение образовательных и познавательно-развлекательных мероприятий с участием школьников со всей страны. В скором времени планируется создание тематического фестиваля. Мы не просто приезжаем сказать спасибо или как-то людей вдохновить на что-то, но мы еще пытаемся как-то увлечь их, увлечь учащихся, причем разных классов. Это может быть четвертый класс, седьмой, шестой, девятый, десятый, одиннадцатый, увлечь вопросами, которые связаны с охраной результатов интеллектуального труда, которым этим вопросам уделяется внимание во всем мире. Почему это важно, почему это необходимо, какой вклад уже могут дети внести в решение очень сложных вопросов. Очень важно понимать, какие действия будут являться правомерными, а какими неправомерными. Потому что за нарушение авторских и смежных прав, за нарушение прав на использование товарных знаков наступает административная и даже уголовная ответственность. И поэтому, когда родился проект проведения Олимпиады, мы заметили активный, живой интерес со стороны школьников. И то количество заявок, которые мы получаем, работ, которые школьники пишут, нас очень радует. Начать решили именно с гимназии номер 6, так как ее выпускница два года подряд становилась победителем Олимпиады. На встрече девушке были вручены памятные подарки и сборник работ с ее статьей. Эстафету приняли учащиеся девятых классов. Я считаю, что необходимо каждому человеку знать, что, например, такое авторское право, что такое авторский договор, так как людям необходимо разбираться в этой сфере, чтобы знать, в принципе, свои права, знать, что мы можем, что не можем. То есть, в принципе, вопрос о интеллектуальной собственности я считаю важным и актуальным.